Больше вариантов проведения вольного часа и месяца для активного отпочинка в райцентре. С такими пропановами на Усебелорусский народный сход едет Олена Халупова, первый секретарь Жлобинского районного комитета БРСМ. С делегатом Пагутар и Лоханна Корольчук. У громадской организации Олена Халупова працует 8 годов. После Мазырского педагогического университета она пошла працевать у первичку БРСМ на Белорусском металлургическом заводе. Прас-два годы узначалила Жлобинский районный комитет. Некольки опошних месяцев у девчонок активно сбирала идеи и пропановы для обмеркования на национальном сходе. На Жлобинщине очень активная молодежь, спортивная, активная, интересная вся. И обращаются с такими больше спортивными, спортивно-активными инициативами. Была инициатива узаконить, сделать доступными катания на горках, которые около Днепра, для того, чтобы люди могли прийти и законно кататься, спокойно, не бояться ни за себя, ни за детей. Просили гэтой зимой и об створении открытых городских катков. Что интересно, когда 60% молодых людей в Жлобинском БРСМ – это працующая молодь. И для их громадское объединение старается створить больше махчимостей для отпочинку. Это турниры, спортивные акции, творчая премия, молодежная сузорья и онлайн-квиз «Мова». Алена Халупова говорит, что удел в национальном сходе дозволит ей послухать инициативы из инших регионов и потом применить их в своей работе. Коллеги говорят, что она годный делегат не на словах, а на справе. Елену я могу охарактеризовать только с положительных сторон. Она уникальный человек, разносторонняя, инициативная, коммуникабельная. Она всегда придет на помощь всем, кто нуждается в решении каких-либо вопросов. Она неравнодушна. Она решает проблемы не только касающиеся нашей молодежи, нашего района, но и общества в целом. Как начальника хочу охарактеризовать ее тоже требовательный, строгий, но справедливый начальник. Как доведаться, какие еще проблемы хваляют Жахарову райцентра, и что треба обмерковать на усебелорусском национальном сходе, мы запытались у самих жлобинчан. Самое главное, чтобы всем было хорошо. И руководству нашему, и нам. Тот, кто хочет работать и жить нормально. По-моему, только так. Да, именно полное взаимопонимание. И сверху, и снизу. Как-то так, по-другому никак. Конституционные моменты, да. То есть, что делать дальше, как развиваться, по какому вектору идти в стране. Ну и сам же президент озвучивал очень много моментов, которые будут относиться в плане изменений к конституции и так далее. Хотелось бы, наверное, чтобы как-то более разумно подходили к распределению государственных денег. Потому что, как бы, конкретно примеры проводить не буду, но я считаю, что нецелесообразно на некоторые вещи расходуются. На некоторую категорию граждан. Я считаю, что деньги должны быть заработаны, отработаны и распределены по заслугам. Во-первых, я скажу, что в это собрание нужно избирательная система избирать. Не назначать. Это один вопрос. Первый. Второй вопрос. Я бы сказал, что хотелось бы жить лучше. Вот и все. Гана Коральчук, Ихар Марышенко, Телерадоа компания «Гомель» с Жлобина.